Добрый день дорогие друзья! Надеюсь меня видно слышно. С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим с вами сегодня интересные идеи по рынку и уйдем на длинные выходные. На праздник Пасхи, 1 мая и последующие праздники. Давайте посмотрим с вами золото. В интересной консолидации мы провели эту неделю. Теперь ждем развязки. Сейчас я увеличу. Очень интересно. Я вчера попался на этот ложный пробой. Я уже брал шорт, рассматривал чуть-чуть выше этого уровня. Вчера он у меня был отмечен. Это я уже сегодня подкорректировал, чтобы вас не обманывать. Вчера у меня уровень стоял вот так. Ложный пробой. После него мы не последовали наверх, хотя очень красиво было отрисовано. Как мне по теханализу смотрится. Вот как я торгую. Вчера вот такая свеча закрылась. Не закрывалась, прошу прощения. На 5 минутке было закрытие, закрепление. Я открывал шорты, но к сожалению инструмент вернули в этот канал. Сегодня я уже с утра подкорректировал. Провел некий анализ. Провел по нижней границе. Сейчас будем смотреть выход. Если я увижу еще раз закрепление ниже 17.64, я еще раз буду пробовать открывать шортовые позиции на снижение золота. Пока стоим в канале, ничего предпринять нельзя. Потому что, во-первых, переносить позицию через длительные выходные не хотелось бы. А во-вторых, что пока идет непонятно куда набор позиций. Идет какое-то скопление. Мы посмотрим уже на выход. И тогда можем судить о том, куда будет золото. Но золото будет на следующей неделе очень интересным. Если произойдет выход выше 17.91 или 17.64. И тогда мы сможем с большей вероятностью определить, куда же все-таки направится наше золото. Что касается серебра, точно такая же картина. Вы видите, это часовик. Непонятно. Вроде бы как и золото консолидируется. Но из-за того, что АТР, среднестатистическое движение цены внутри дня, меньше. Похоже просто на пилу. Но тем не менее, в этой пиле крупный игрок собирает с помощью объема, с помощью нас с вами, мелких спекулянтов, себе позицию. Поэтому тоже смотрим за серебром, а также, как и за золотом, выход из канала 26.50. Здесь бы я подкорректировал, так как редко его торгую. Не прочерчивал сегодня уровни. Где-то 25.82. Вот у нас диапазон. Куда будет выход, тогда мы с вами сможем точно определить, куда, в каком направлении торговать. Евро-доллар. Давайте посмотрим евро-доллар. В хорошем находится сейчас канале, прошу прощения, тренде восходящем. Но под выходные, видите, наступила какая-то своего рода коррекция. Или мы идем на долгосрочную коррекцию, потому что движение было продолжительное, без особых откатов. Я это за откаты не считаю. Откат должен быть хорошим. В плане, если мы идем, например, вот так, то вот это для меня будет откат. Это уже служит хорошей ценой для захода в тренд. То есть, каждый откат служит лучшей ценой для входа в позицию по тренду. Здесь пока ситуация не ясная. Также я бы ждал пробитий, если это возобновится тренд 1.21.46. Вот выход. Или если это будет коррекция, тогда уже смотреть в районе 1.20.11. Это рекомендация по евро-доллару. Если мы возьмем по часовику, ситуация точно такая же. Да, вот выход где-то 46 точно такой же уровень, как и на дневке. Здесь нет смысла распыляться на какие-то комментарии. И поэтому смотрим за этими уровнями. Еще хотел бы вам показать такую интересную ситуацию, которую я заметил на доллар-рубль. Если кто торгует российский рынок или может быть на Форексе. Смотрите, есть ситуация некая на часовом графике. Было хорошее скопление. Да, вот здесь. Стояли мы 23-е. С прошлой недели, с пятницы. Мы стоим, стоим. Выход вниз. Все замечательно. Все. Выход из канала. Идем ниже. Однако. Мы не идем ниже. И обратно нас возвращают в этот канал. Что сейчас я бы посмотрел. Ребят, если мы закрепляемся. Все же это ложный пробой. Нас вернули в канал. Якобы все замечательно. Теперь мы будем в этом канале. Но это был ложный пробой. И мы заходим сегодня или на следующей неделе. Опять ниже 75-200. Я бы открывал шортовые позиции. Но обычно. Вот это мое наблюдение. Это не теханализ. Обычно если вот так выносят из канала. Показывают все замечательно. Продаем, ребята. Шорт. Все по технике начинают продавать. Нас возвращает канал. Обычно вот здесь тестируют еще раз нижнюю границу. И потом стреляют так, что пробивают и верхнюю границу. И без откатов. Ребят, что характерно. Без откатов идут выше. Вот. Поэтому посмотрите за евро. Прошу прощения. За доллар-рубль. Вот за этим каналом. Еще раз. 75-200. Да. 75-700. Вот в этом канале очень интересная может быть игра. То есть если мы тестируем 212. Возьмите на небольшой риск. На свой просчитанный. Попробуйте. Возьмите позицию. Лонговую. Да. Если мы будем закрепляться. Если же закрываемся ниже. Тогда. Но на следующей уже неделе. Лучше смотреть на открытие. Потому что через выходные лучше не переносить. Много прошли. Это дневной график. Еще раз покажу. Много прошли. Может быть откат. Видите. Мы немножко проходим откат. Если взять повышательную тенденцию. Прошли откат. Прошли откат. Вот. Поэтому смотрите. За доллар-рубль. Очень интересная ситуация. По рынку. Это все что я хотел рассказать. Желаю вам хорошо отпраздновать Пасху. Не болеть. Приятных вам выходных. Всего доброго.